Воскресное утро для самых активных школьников и студентов началось на стрельбище ДОСААФ на полигоне Алабина. Фестиваль, который собрал их вместе, проходил под девизом «Стань военно-спортивным». Повсюду звучала динамичная современная музыка, работала полевая кухня, раздавались угощения. Одним словом, организаторы постарались на славу. Они считают, что подобные акции необходимы. Молодежь может познакомиться с военной службой, перенять опыт старших товарищей и, возможно, пойти на контрактную службу. В первую очередь, конечно же, фестиваль приводчен к 70-летию Победы, так как это активный год и множество мероприятий проходит. Мы не хотим остаться в стороне. И второй веский повод – это День гражданской обороны, который сегодня посвящен нашим спасателям. И сегодня с нами на площадке работает спасатель из Центра Спаса России, который делает свою часть, скажем так, аттракционов и обучающих элементов, направленных как раз для детей и молодежи. Легкая разминка – именно с нее и начался первый военный фестиваль. Затем различные мастер-классы по самообороне, боевым искусствам и высотной подготовке. Ребят научили останавливать кровотечение и делать перевязку подручными средствами. Рассказали об основах огневой подготовки, безопасном обращении с оружием. В наше неспокойное время, мне кажется, важно, чтобы молодые люди знали, как мы могли бы защитить свою родину, быть готовым ко всему, приобщиться к армии, быть патриотом. Пока студенты и школьники постигали азы военной подготовки, родители тоже не сидели без дела. Они проверяли свою меткой стрельбе из различного вида оружия – снайперской винтовки, пулемета Калашникова и легендарной трехлинейки Мосина. Получалось достаточно неплохо. Организаторы уверяют, что на достигнутом останавливаться не будут. И фестиваль военного спорта станет хорошей традицией на военном полигоне Алабина. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.